Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья, сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым отлежало бы нам спастись. Слава Господу Искупителю нашему! Возлюбленные братья, сестры, всех приветствую вас, благооставляю именем Господнем, приветствую всех с колонны Московской области. Сегодня у нас 3 ноября 2018 года, по гражданскому нашему лету исчислению, суббота сегодня, шаббат, шаббат шалом. В библейском исчислении сегодня 25 число уже, да, месяца Хешван. И сегодня, да, 5779 года, если мы считаем от сотворения мира. Вот, от исхода нашего великого прошло 3330 лет, да, а от сотворения мира 5770. 59 год, слава Богу! Вот, друзья, и сегодня утренняя молитва. Я не имею возможности выйти в интернет, к сожалению, сейчас, да, вот, но. И пока вот не было возможности у меня, но записываю некоторые такие видео. Вот, буду стараться записывать такие видео, короткие, именно с благословением таким, рассуждением над Словом Божьим. Вот, и сегодня, с самого раннего утра, размышляю над некоторыми строками из Писания, из Нового Завета, из Ветхого Завета, как мы говорим, из Библии, будем так говорить, из Слова Божьего. И в Слове Божьем говорится, вот, я хочу прочесть из Псалма, так, Псалтырь, 36-й, да, в нашем исчислении 36-й в русской Библии. В английской Библии здесь 37-м обозначенном Псалмом, 37-й Псалом, 25-й стих. В русском исчислении 36-й Псалом, 25-й стих. Псалом. Я был молод и составился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. И дальше там говорится, что он милует, всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет, уклоняясь от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставит святых своих. Вовек сохранятся они и потомство, и потомство им честивых истребится. Вообще здесь, в этом Псалме 37-м, в английском, в нашем 36-м Псалме, то, что у меня здесь как раз так открывается сразу и английская, и русская Библия. Одновременно строки эти стихи. Так, настройки. Я не смог изменить настройки здесь. Но, к чему я? К то, что в этом Псалме 36-м, в русской Библии, рассуждается как раз именно и доносится вот эта правда о праведных людях и нечестивых, о праведнике и нечестивом. Вот такое здесь идет сравнение. И рассуждаю сегодня и молюсь сегодня, благодарю Бога, во-первых, да, да и во-вторых, в общем-то. И с самого начала сегодня, с утренней молитвы, с 4 часов утра уже, вот, в благодарности к Богу, в благодарности к Богу за Его Слово, за то, что я праведен во Христе Иисусе. Моя праведность, сам Господь Бог всемогущий. Не своей праведностью, но Его праведностью. И благодарю Бога, что праведник, с большой буквы праведник, за меня отдал свою жизнь. Сам Иисус Христос, Иешуа Машиах, истинный Мессия, истинный Машиах, Иешуа, Он действительно пролил за нас Святую Кровь Свою. Две тысячи лет тому назад совершил великое спасение наше, избавление наше. Слава Богу! Благодарю Бога всемогущего за победу Его, за искупление Его, за жизнь вечную, дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. Ибо написано в Новом Завете, да, что дар Божий – жизнь вечная. Спасибо, Господи, за все. Благословен Ты, Бог наш. Благодарю Тебя за праведность во Христе Иисусе, за великого праведника Иисуса Христа, Агнца Твоего, Господа моего, Спасителя моего, Искупителя моего, кровью которого я спасен. Боже всемогущий, благодарю Тебя, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, Ава, Отче, Бог Авраама, Исаака Израиля, благодарю Тебя за жизнь вечную, дар Твой во Христе Иисусе, Господе моем, Спасителе моем. Благодарю Тебя. Аминь. И, дамы и господа, братья и сестры, праведность в Новом Завете рассказывается о великом благодеянии Создателя, о великом благодеянии Бога. Бог, возлюбив мир, вечный Создатель наш, возлюбив этот мир, возлюбив каждого из нас, отдал Сына Своего за нас, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И я верую Богу, верую Божьему Слову, верую Божьей любви, что действительно Он отдал Свою жизнь за нас, душу Свою положил за нас, кровушку Свою за нас пролил святую. Иисуса Христа, первородного, единородного Своего, душу Свою, Сына Своего. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, Божий Всебогущий, за кровь святую Твою. Благодарю Тебя, Господь, за тело ломимое на Голгофском кресте, две тысячи лет назад, во искупление рода людского. Благодарю Тебя, что благодатью мы спасены, и сиение от нас – это Божий святой дар. Аминь, аминь. И, братья и сестры, дорогие друзья, а второе мое размышление с сегодняшним утром, с субботним этим утром, о Божьих обетованиях, которые по милости Господней получаем мы. Потому что дар Божий, жизнь вечная и праведность Божья, он наша праведность, он наше спасение. И я праведен праведностью Господа Иисуса Христа, живущего во мне. И эти обетования я принимаю как дар Бога, как действительно Его великий дар. Я с благодарением принимаю, с хвалою, спасибо Тебе, Господь. И как написано здесь, что не видел праведника оставленным. Благодарю Тебя, Господь, что я праведен праведностью Господа моего Иисуса Христа, живущего во мне. И, как сказано здесь, не оставлен я. Действительно, Ты не оставил, не покинул. И потомков, просящих хлеба, не видел. Да, действительно так. Спасибо за наши потомки, спасибо за наше потомство. Детей и внуков, благодарю Тебя, Господь, во имя Христа. Каждый день милует, взаймы дает. Боже, спасибо, Ты даешь нам это, Господь. И миловать, и взаймы давать, Боже. И потомство наше в благословении пребудет. Аминь. Уклоняйся от зла, и делай добро, и жить будешь вовек. Сегодня, действительно, живущие во Христе Иисусе уже не себе принадлежат. И я не себе принадлежу, а Господу моему, Спасителю моему. И мое уклонение от зла и делание добра, это сам Господь Иисус Христос, живущий во мне. Это все ради Него, во имя Его и для Него только. Господь любит правду, не оставит святых Своих. Он не оставляет нас, сиротами не оставил нас. Он пришел к нам, и Он живет в нас, верующих, вовек сохраняя Отцами. Во имя Христа Иисуса. И здесь говорится о потомстве нечестивых, и о самих нечестивых, здесь говорится в этом псалме. Вот, но, знаете, друзья, сегодня Господь, Он действительно в Новом Завете, по-новому открывает свою волю во всей своей полноте. Если в Старом Завете, как мы говорим, да, Ветхом Завете, Он открывает свою волю. Но порой это не так очевидно человеческому роду, порой это гадательно, не так явно, более скрыто. Это, знаете ли, вот, но совершенная воля Божья, вся, во всей своей полноте, открывается в Новом Завете уже через Иисуса Христа, в личности самого Иисуса Христа. И апостол Павел пишет Тимофею по этому поводу, он восклицает Тимофею, пишет ему в письме о Боге, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления меня, тебя, всех нас. Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя, Божий Всемогущий! Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков. Аминь! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю Дух Истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый Божий, святый крепкий, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, вся слава и честь и хвала Тебе. Благодарю Тебя, Божий Всемогущий, и благоставляю великое имя Твое. Во имя Христа Иисуса благоставляю всех вас, братья и сестры, братики и сестрички, дочечки и сыночки Небесного нашего Папочки. Ава, Отче! Дух Святой, поселяясь в нас, взывает Ава, Отче! На еврейском Ава, Авину, по-русски можно сказать Папочка, Папа, Папуленька, Отец. О, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Бог, Богов Господь, Господствующих. Благодарю Тебя за кровь праведника, Спасителя, Господа и Иисуса Христа, который искупленный от суетной жизни предан нам от отцов. Благодарю Тебя, Господь, за дар праведности жизни вечной, за спасение, за эти великие обетования Божьи, за благословение на нас и детях наших, потомстве нашим. Слава Тебе, Господь, за все. Аллилуйя. Благоставляю Вас словами благословения священнического. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилуй Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Коломны, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлёв, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Киевская архиепископия. Мир всем вам. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Господь, спасибо Боже Всебогущий.